МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пьяный местный житель зарезал сожителя дочери. Смерть мужчины наступила в результате массивной кровопотеки. Чем так не понравился будущий зять Тестио? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в пять минут. Засекайте. Кровавая расправа. Житель Бобруйска убил сожителя дочери. К 74-летнему мужчине пришла дочь со своим бойфрендом. Компания ужинала и употребляла алкоголь. После пара отправилась спать. Ночью к ним зашел пенсионер и набросился с ножом на спящего парня. Женщина попыталась остановить отца, но получила травмы кистей рук. Изъяты следы, объекты, по которым в последующем будут проведены судебные экспертизы. В том числе два ножа. В ходе судебно-медицинского исследования трупа установлено наличие двух проникающих колоторезанных повреждений левой и правой боковой поверхности грудной клетки. Смерть мужчины наступила в результате массивной кровопотери. Задержанный ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности. Мужчине предъявлено обвинение по статье убийства. Расследование продолжается. Легкие деньги. Бобручанин у себя дома соорудил нарко-оранжерею. Правоохранители с поличным взяли 31-летнего местного жителя. В своем доме мужчина оборудовал помещение, приспособленное для выращивания конопли. Мужчина пояснил, что выращивал данное растение для собственного потребления. Устанавливается его причастность к сбыту наркотических средств. Фигурант задержан. Изъяты полимерные емкости с грунтом и пятью растениями. Грубокс, оборудование для вентиляции и освещения. Система полива, семена, удобрения. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 2 до 15 лет лишения свободы. Мобильный жулик могилевчанин задержан за кражу телефона. В милицию обратилась местная жительница с сообщением о пропаже дорогостоящего смартфона. В лесопарке почти культурно отдыхающая компания приятелей слушала музыку, включенную на гаджете заявительницы. Оказалось, что телефон похитил знакомый потерпевший во время отдыха в компании приятелей на природе. Напоминаем о последствиях распития спиртных напитков. Старайтесь тщательно выбирать круг своего общения, не оставляйте в открытом доступе денежные средства, ювелирные изделия и иные дорогостоящие вещи. На пути к дому приятельница женщины положила телефон в карман ее куртки, чтобы та не потеряла его. Это заметил участник вечеринки, который незаметно достал его и забрал себе. Похищено и изъято, возбуждено уголовное дело. На всех участников праздника составлены административные протоколы. Штраф и лишение прав. В Хотимском районе мужчина нарвался на инспекторов ДПС. На одной из дорог внимание сотрудников ГАИ привлек Фольксваген. После остановки транспортного средства правоохранитель обратил внимание от водителя, сильно пахло спиртным. А свидетельствование 47-летнего местного жителя показало полторы промилле алкоголя. Мужчина пояснил, знакомый попросил подвезти его домой, он не стал ему отказывать. Теперь нарушителю грозит штраф в размере 200 базовых и лишение прав на 5 лет. Из огня в Бобруйском районе на одну баню стало меньше. В половине первого ночи в МЧС поступило сообщение о задымлении в деревне Ступени. По прибытии подразделений происходило открытое горение бани. Создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице, в постройке никого. Спасатели устранили пламя, в результате уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие стены и потолок. Пострадавших нет. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok